Последний месяц лета подходит к концу, а юные белгородцы продолжают заряжаться яркими эмоциями. В Чернянском районе заканчивается очередная смена православного лагеря «Рождественский». Она организована при поддержке фонда поколения Андрея Скоча. Площадка особая. С детьми занимаются не только развитием их творческих способностей, но и духовным воспитанием. В этом заезде почти 100 мальчишек и девчонок со всего региона. Какие развлечения подготовили педагоги для ребят? Как современные течения вливаются в традиции русской культуры? Начнут репортаж корреспонденты детского лагеря. На отдыхе они постигают основы журналистики. Всем привет! Меня зовут Маша. Я в этом лагере уже третий год подряд и знаю всех лицо. Сейчас мои друзья проведут вам экскурсию. Сначала посмотрим, как размещается женская половина лагеря. Здесь живу я и мои подруги. В свободное время мы смотрим фильмы, читаем книги, рисуем, иногда пьем чай. Девочки очень понимающие, мы с ними со всеми подружились. А вот чем занимаются свободное время ребята. В этом лагере я с самого детства и здесь я нашел очень много друзей. Это моя комната. Здесь мы играем на гитаре, читаем книги, болтаем, а также проводим время с ребятами из других отрядов. На первый взгляд кажется, что эта база отдыха ничем не отличается от подобных. Но если погрузиться в атмосферу, станет очевидно. Здесь собственная экосистема, в которой есть место и занятия восточными единоборствами, к примеру, кудо, и таким танцевальным направлением, как хип-хоп. У нас принятие пищи, наш утренний подъем, и укладываемся мы спать с молитвой. И мне думается, что никак это не мешает внедряться в современную жизнь. Ребята, конечно, имеют занятость какую-то и художественную, и, конечно, главное, чтобы это не было разрушительным с духовной точки зрения. Традиционно для всех участников лагеря проводят также образовательные лекции, мастер-классы по рисованию, журналистике, поэзии. Это интересно не только детям, но и самим педагогам, среди которых есть музыкальные работники, художники и даже хореограф. Я занимаюсь танцевальным воспитанием ребят. Несмотря на то, что лагерь православный, ребятам нравятся современные направления танцев. Это их возбодряет, то есть им намного легче потом проводить день, и они становятся намного веселее. Особое внимание здоровому образу жизни. Помимо развлечений, дополнительно с детьми занимаются преподаватели по физической культуре. Проходят различные мероприятия, в том числе и спортивные. Есть соревнования по футболу, по баскетболу, по волейболу среди отрядов. То есть физической нагрузки у них здесь достаточно, и это очень, я считаю, полезно во время летнего отдыха. Конечно, такая программа не может оставить равнодушным никого. Ребята уже делятся первыми положительными эмоциями. Тут очень хорошо, тут свежий воздух, тут очень много друзей. Вообще, я люблю сам лагерь, мне много чего нравится, но самое главное – это атмосфера. Тут своя семья, свои какие-то эмоции, свои традиции, и это очень-очень классно. Каждый день все новое, всегда все самое интересное. Самое приятное – это свечка, когда ты просто сидишь и обсуждаешь с друзьями все, что вы прожили за этот день. Самое главное – это коллектив, коллектив очень хороший, хорошие вожатые, хорошие ребята. К слову, среди вожатых есть и ребята, которые раньше приезжали сюда на отдых, а теперь помогают передавать традиции лагеря «Рождественский». Эта смена, организованная при поддержке фонда поколения Андрея Скотча, 12-я по счету. Столько лет он объединяет вокруг себя православную молодежь со всей Белгородской области. В планах отметить 15-летие в кругу новых и уже близких друзей.